МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ В Артёме после перерыва вновь было воссоздано местное отделение организации «Молодая гвардия. Единая Россия». Инициатором стал депутат Думы Владислав Чечель, который сегодня является его руководителем. О работе общественной организации мы говорим с Владиславом, а также руководителем аппарата Максимом Комлевым и заместителем руководителя Эмилией Поленкевич. Здравствуйте, ребята. Добрый день. Здравствуйте. Уже почти три месяца, как и в Артёме, воссоздалась организация «Молодая гвардия». Для чего? Как мы знаем, молодежь – это будущее нашей страны. Это будущие кадры, которым предстоит занять все трудовые ниши нашей страны, начиная от воспитателя, заканчивая чиновником, руководящими должностями. «Молодая гвардия» – это проект федерального уровня, который объединяет молодежь всей страны в единую структуру, которая позволяет молодежи самореализоваться, найти себя, попробовать свои какие-то проекты, реализовать их, творить добро, а также прикоснуться к власти различного уровня, понятия механизма, как она устроена, увидеть ее изнутри. Задачи какие на сегодняшний день ставите для себя? Одна из наших задач на сегодня – это объединение молодых ребят в единую команду, их слаживание, выстраивание системы между ребятами. Ну и также реализация целей нашей организации – это всестороннее личностное развитие ребят, организация молодежного досуга и гражданское патриотическое развитие нашей молодежи. Вот вы сказали, что «Молодая гвардия» – это молодые люди. А какие конкретно молодые люди? Кого вы принимаете в свою организацию? Кто может к вам попасть? С 14 до 35 лет у нас молодая гвардия, все в соответствии с законодательством Российской Федерации, когда молодой человек становится ответственным и имеет расширенные, так сказать, гражданские права и ответственность. А почему до 35? Потому что у нас до 35 молодая семья, поэтому все в соответствии с законодательством работаем. И привлекаем ребят именно для того, чтобы ребята на сегодняшний день ощутили себя нужными, полезными обществу, ну и в первую очередь в стране. – Приходит, к примеру, к вам молодой человек, школьник, ну или студент. Вы задаете какие-то вопросы? Вот для чего они приходят? Зачем им это нужно? Вообще как-то беседуете? Проводите какую-то беседу с человеком? Ну вот на сегодняшний день при собеседовании, так сказать, как такого у нас нет, у нас приходят ребята и сразу принимают активное участие в жизни молодой гвардии. Но в беседах, которые мы проводим периодически при собрании наших, то есть мы у всех задаем, всем задаем вопрос, а какая цель прихода в молодую гвардию? Удивительно, но 90% ребят отвечают, что просто мы хотим помогать. Помогать всем, помогать, вот мы ездим по акции «Мы вместе», помогаем всеми мобилизованным, бабушкам, дедушкам, убрать снег, наколоть дрова, выгрузить и сложить уголь. Ребята с удовольствием приезжают, учатся, потому что те же самые дрова колоть – это труд такой, что нужно наколоть несколько тонн дров и научиться этому делать. Ну, ребята учатся. Члены молодой гвардии, какие это люди? Члены молодой гвардии – это те люди, которые на сегодняшний день не остаются в стороне, а живут в том быте, в тех ситуациях, в которых сейчас находится страна. То есть отзывчивые по отношению к обществу, заинтересованы в развитии своего будущего, своей страны. Потому что на сегодняшний день очень продуктивно ребята себя показывают с точки зрения получения ими опыта. Потому что такого опыта, который получают и не в Угере, они больше нигде не получат. Единственное, это если кто-то пойдет через какое-то время после окончания института в сферу политики, в социальную сферу. Да, но у них сейчас, вот у ребят 15-17 лет, есть возможность это все попробовать намного раньше, чем остальные. И уже ощутить нужность тех действий, которые они делают. Одним словом, люди неравнодушные. Совершенно верно. Эмилия, вы сразу пришли в организацию или были моменты размышлений? Нет, сразу. Нас посетили в учебное заведение в УГУ. Пришли к нам с агитацией, когда только зарождалась молодая гвардия. И когда нам продемонстрировали презентацию, я подумала, почему бы нет. То есть это такая возможность показать, во-первых, свои способности развиваться, ну и, конечно же, помощь Приморскому краю. То есть это прекрасное чувство, когда ты помогаешь и развиваешься. Поэтому сомнений как бы не было. Решила сразу попробовать, как пойдет. Чем вот за эти месяцы, за это время вы занимались? Какие мероприятия проводили? В чем вы принимали участие? У нас мы посещали множество мероприятий именно во Владивостоке, когда у нас были конференции весьма важные. Встречали тигров, провожали мобилизованных. Также у нас проводятся различные семинары именно по Великой Отечественной войне, ораторские уроки, патриотические акции. Обучение какое-то? Да, у нас множество проводится. То есть мы собираем наших ребят, и все с удовольствием слушают, задают много вопросов. Всем нравится. Успели составить свое мнение молодой гвардии? Да, весьма положительное. У нас действительно активное отделение, ребята молодцы, мы им и гордимся. А сколько сейчас членов в Артемовском отделении молодой гвардии? На сегодняшний день к нам еще присоединились ребята с поселка Заводского. Это учебное учреждение «Перспектива». На данный момент это 85 человек. Довольно большая организация. Можно ли сказать, что молодая гвардия – это патриотическая организация? Конечно. В принципе, вся наша деятельность, она тесно связана с патриотизмом, направлена на развитие патриотизма. То есть наши ребята, ну, как уже сказано, посещают семинары обязательно патриотическим направлением. Также работают с семьей мобилизованных, и не только. То есть, ну, одна из наших целей, задач – это развитие патриотизма ребят. То есть, чтобы ребята понимали, что они находятся в стране, что страна – это неотъемлемая часть, что это дом. Здесь также мы развиваем и не только патриотизм, но и традиционные ценности семейные. Мы постоянно ведем беседы с ребятами, то есть, в принципе, они заинтересованы, часто задают вопросы, и им это интересно. В стране последние годы очень развито волонтерское движение. Члены молодой гвардии – это волонтеры, можно так сказать? Обязательно. Это, как сегодня называется, добровольцы. И, в принципе, они себя считают и ощущают добровольцами. Как мы уже говорили, ребята, в принципе, они сами изъявляют желание оказывать помощь на добровольных началах. Мы часто ездим на различные акции, которые связаны даже просто с помощью, не привязаны к чему-то, просто акции добрых дел. И им это нравится. То есть, они готовы заниматься этим. Но ребята не просто посещают какие-то мероприятия, направленные на добровольничество. Они также все зарегистрированы в системе «Добро». У них есть личные кабинеты, и они за это получают добровольческие часы. То есть, они каждый знает свой результат. Они понимают то, к чему они идут. Устраивают свою систему в будущем. Валтислав, вы являетесь депутатом Думы. Скажите, вот ваша организация сотрудничает с местной властью, с исполнительной властью, с администрацией? Конечно, обязательно. Наша организация довольно тесно сотрудничает с различными уровнями власти. Нас также поддерживает глава города, председатель Думы. Мы тесно сотрудничаем. Также с Думой мы находимся в этапе разработки и создания Совета молодежи, куда наши активные члены молодежи вступят, примут участие. Это Думский орган. Ребята смогут реализовать себя в этом направлении. То есть, в нормотворчестве. Работать с депутатами. Увидеть, как это устроено. Также создавать и разрабатывать инициативы на определенные законопроекты и предлагать их депутатам на рассмотрение. То есть, активно принимать участие в политической жизни нашего города. Максим, а на ваш взгляд, насколько в сегодняшних реалиях необходима такая организация? В сегодняшних реалиях такая организация очень необходима с точки зрения того, что на протяжении долгого времени, в принципе, молодежью никто не занимался, не занимались чисто с точки зрения того, что не было нужды, наверное, все были заняты своими делами. Столкнулись с такой ситуацией на сегодняшний день, что ребятам это очень интересно. Интересно в плане того, что они показывают заинтересованность в взаимодействии друг с другом, в первую очередь. То есть, первые учебные учреждения, на которых мы попробовали создать ячейки, это оксид города Артема и ВВК города Артема. На первых порах ребята между собой делились по названиям и по учреждениям, а потом произошло слияние. То есть, ребята начали общаться и воспринимать себя абсолютно как единую структуру, которая не имеет границ и не имеет названий учреждений и тому подобное. С точки зрения того, что нас поддерживает губернатор, глава города, председатель Думы, наши все отчеты непосредственно ложатся и проверяются на администрации президента тех мероприятий, на которых мы участвуем. И на основании этих отчетов формируется понимание, как ребята проводят те или иные акции, принимают участие в тех или иных акциях, какой результат это дает результат, чего достигается. То есть, на сегодняшний день можно четко сказать, что единственная в Приморском крае молодежная организация, которая осуществляет помощь по проекту «Мы вместе», там молодая гвардия. То есть, абсолютно, только вот молодые гвардейцы выезжают на места, помогают и оказывают помощь. Больше нет такого. За последние полтора месяца примерно, взятый такой промежуток, какие мероприятия проводились, что сделали? Мы участвовали в диктате, то есть у нас ребята писали диктат, достигли неплохого результата, даже лучше среднего. Мы принимали участие в акции «Письмо солдату». У нас ребята также писали в странной библиотеке Артема письма, отправляли. Мы также принимали участие в акции «Книги Донбассу». То есть, у нас ребята также совместно с центральной библиотекой формировали книги, то есть, выдавали через местное отделение партии «Единая Россия» на Донбасс. Потому что они понимают, что неважно, где находишься, на территории России, все должны получать равный доступ к информации. Также мы участвовали в акциях «Добрый тел». То есть, у нас ребята выезжали в село Оленя, наводили порядок на памятники Великой Отечественной войны, приводили порядок здания ДК. Поделитесь планами. Что планируется, может быть, в ближайшее время в этом году? Планы нашего отделения – это расширение нашего коллектива, то есть максимальное привлечение молодежи в нашу организацию. Также наше отделение планирует формировать доброгореческие отряды, которые отправятся на территорию специальной военной операции. Также будут сформированы гуманитарные миссии, где ребята смогут не только собрать саму гуманитарную помощь, но и самостоятельно отправиться в зону СОО и передать ее там. Летом у нас будет на уровне края запущены смены, что-то наподобие школы патриотизма, где также для ребят будут проводиться уроки, ребят будут развивать. То есть, те, кто примет активное участие, проявят себя, получат возможность отправиться у нас в федеральное отделение, в высшую портельную школу, также получить образование, опыт. Также летом к нам приедет делегация из КНДР, у нас будет проходить встреча молодежи, то есть это такое межнациональное направление, где будет объединение стран по молодежному направлению. Также в августе у нас пройдет форум, посвященный хасанским событиям, где у нас ребята совершат выезд с ночевкой, то есть на место проведения, там будут экскурсии, то есть патриотическое направление. Также будут сформированы у нас группы лекторов из числа участников молодой гвардии. Для проведения лекций в школах, ну что-то наподобие часа героизма, патриотизма, где ребята будут школьникам читать лекции, то есть приводить примеры героизма наших героев страны, рассказывать о своем личном патриотическом опыте, то есть такое направление развития. Журналы будут есть в течение года муниципалитеты. Ребята из молодой гвардии, вообще даже не то что нашего отделения, вообще в целом всех отделений, будут формировать на знаковых местах, то есть где происходили какие-то определенные события, формировать повестку, проводить экскурсии. Губернатор будет на этих местах встречаться с молодежью, проводить беседы. То есть такое вот слаживание власти и нашей молодежи. Как можно вступить в ряды молодой гвардии, стать ее членом полноправным? Куда нужно приходить, кому обращаться? На местное отделение молодой гвардии «Единой России» у нас находится в городе Арчеме, улица Кирова, 42, третий этаж, офис 27. То есть здесь мы принимаем заявки. Ребята, изъявившие желание вступить в наши ряды, могут подойти, подать заявку в анкету. В принципе, у нас отбор на данный момент несложный, то есть мы для всех открыты, никаких проблем. Также мы проводим агитацию по учебным учреждениям. У нас ребята самостоятельно представляют молодую гвардию, рассказывают, разъясняют, что это такое. Опять же, приводят свой личный опыт. И на местах формируют 45 ячеек, через которых ребята также могут вступить в молодую гвардию. Вы можете следить за нашими новостями в Телеграм-канале. И также у нас есть соцсети, как ВК. Также там прикреплены люди. Вы можете задать волнующие вас вопросы и обговорить время, в которое вы могли бы подойти и вступить в наши ряды. Спасибо, ребята. Я желаю молодой гвардии Артема успехов и дальнейшего процветания. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»